Что-то меня сегодня пробило, так захотелось сделать какой-нибудь вкусный тортик. И вот я сейчас в духовке уже пеку торт, который называется Carrot Cake. Это морковный торт, офигенный. Я недавно попробовала такой в магазине, полностью у натуральных ингредиентов. Тут диаметр, наверное, больше 25 сантиметров получается. Я его потом буду доставать и разрезать на коржи. А коржи буду пропитывать кремом. Сейчас я вам крем покажу. Вот такой вот у меня крем. Он сделан из сливочного масла 60 грамм, потом сахарная пудра. И еще я использовала важный ингредиент, это сливочный мягкий сыр. Еще хотела вам немножко похвастаться. Муж мне тут подарил на день рождения линзу для фотоаппарата на 50 миллиметров. И у нее очень классная светосила. Светосила 1,8. То есть это достаточно хорошо, потому что таким образом фотоаппарат может видеть больше света. Вот предыдущая линза, которая у меня была, она была зумовская. Ее можно было увеличивать, уменьшать. У нее светосила была гораздо меньше, и поэтому вот сейчас было бы снимать гораздо сложнее. А с этой линзой вообще все классно и изображение более четкое. Да, и кстати, не смотрите, я тут такая более растрепанная получаюсь. Но просто мне неохота ничего сегодня сделать со своей прической, поэтому я сегодня такая. Кстати, Мариночка мне сегодня очень неожиданно. Марина Мирия Магара, это блогер моя подружка, которая снимает в Архангельске свои видео. Она сегодня очень неожиданно прислала мне подарки на Новый год и на день рождения. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот открытки мне Марина прислала с Новым годом, с днем рождения. И сзади на открыток написано пожелание. Было, конечно, очень неожиданно получить открытки и еще и подарки, которые она мне прислала. Маришка мне прислала два вот таких вот лака от фирмы Иф Роше. Это такой синий с светлыми частичками мерцающими под металлик. Под металлик. Вот, а второй лак такой молочно-бежевого цвета, очень сильно разведенного какао молочного, я бы сказала. Очень классно только с дружкой сочетаются. Я уже даже немножко испробовала на ногтях, но я уже замазывала. Здесь бежевый, но синий, вот смотрите, как классно смотрится. И также Маришечка подарила мне еще вот такой скраб с ежевикой. Очень-очень приятный аромат. Да, также Маришка подарила мне еще халатик розовенький, но сейчас я вам его показывать не буду. Вот, может быть, потом как-нибудь увидите, когда я в нем буду ходить. Вот, и сегодня еще для меня неожиданная посылка была от моей подруги из Северодвинска, от Олеси. Она мне подарила набор для рисования, рисование по номерам. То есть у меня должна получиться вот такая картина, вот, и я должна буду ее сама раскрасить. Так что вот буду пробовать. Конечно, тоже очень неожиданно получить было такую посылку, она еще большая. Я сначала подумала, что это картина, но на самом деле здесь по сути картина, которую я должна будет сама нарисовать. Очень приятно получать неожиданные какие-то сюрпризы. Вообще просто у меня слов нет, какие девчонки молодцы. Я просто не ожидала. Вообще очень-очень приятно. Спасибо вам. И еще хотелось бы показать вам то, что я заказала тоже в Фаберлике. Я заказала снова вот такое вот лакомство для тела, 0 калорий от Фаберлик. Малина и белый шоколад. Мне так понравился этот скраб, так он приятно пахнет. Я даже не ожидала. Столько на него восторженных отзывов. И я сама убедилась в этом, что он действительно очень классный, очень хороший, очень приятно пахнет. Ради только одного аромата можно покупать этот скраб. Тоже бьюти кафе. Это у них новая серия мятный шоколад. Это тоже скраб. В нем больше мелких скрабирующих частичек. То есть по факту он даже лучше чистит кожу, чем предыдущий скраб. Мне кажется, что он будет лучше. Я его немножечко здесь приоткрыла. На самом деле я его просто хочу выслать своей сестре. Вот я не знаю, вам будет видно или нет. Наверное, вам видно не будет. Но здесь такая густая консистенция. Я бы таким пользовалась с удовольствием. Предоставится возможность. Я еще раз закажу. Стайлинг для локонов. Это для тех, у кого, к примеру, волосы от природы хорошо вьются, но они пышные. И если вы хотите сделать более структурированными свои кудряшки, то вот этот крем как раз для вас будет. Я, честно говоря, им еще не пользовалась. Опять же, взяла это в подарок. Обычный белый крем с приятным ароматом. Мне очень понравилось. Это вот такой вот я взяла блеск для губ. Номер 5494. Я даже не знаю, какой-то розово-бордовый что ли, с блесками. Приятный аромат ягодный, но немножко химозный это все-таки ощущается. Неравномерно ложится на губы. Вот такой вот оттеночек. Для начала вы, может быть, распределите эти блесточки. Но потом они у вас все равно сами собой заберутся в складки ваших губ. И будут вам там мешаться. В общем-то, в итоге, я думаю, по истечении где-то получаса носки вы увидите, что у вас весь блеск, весь цвет, он находится в складках губ, а не на самих губах. Ну вот, наконец-то моя плита закончила готовку. Пойду доставать свой кейк. Вот, и посмотрим, что получилось. Что хотела вам еще рассказать? Как я ходила в больницу? Я же все со своей аллергии сдаю анализы и прочее. Пришла я в поликлинику к 7 утра. Так мне сказала врач. Врач мне сказала, чтобы я приходила на голодный желудок. Но для того, чтобы мне можно было нормально сдать кровь на сахар. Как я выяснила, судя по тем бланкам, которые мне были выданы для анализов, мне нужно было сдать 3 вида крови. Одна на сахар, вторая, еще на что-то третья общий анализ. В общем, я кровь вообще сдавать не люблю. Иголки я, вид иголок, всяких шприцов терпеть не могу. Вид крови, в принципе, тоже не люблю. И больше всего, как оказалось, меня пугают ощущения. Точнее, мне неприятное ощущение, когда, вы знаете, зажимают вот здесь вот жгутом. Для того, чтобы у вас образовалось такое кровяное давление. Чтобы можно было потом шприцом все это дело высосать всю кровь. И вот эти ощущения, приливы, отливы крови, вот это высасывание из вас крови, фу, блин, прям не знаю. Вот кто-то нормально переносит, но я лично приношу плохо. У меня сразу начинается какое-то накручивание внутреннее. Возможно, это самовнушение, я не исключаю. Вот. И, значит, пришла я в кабинет, сажусь ко врачу, сразу же предупреждаю. Здравствуйте, будьте добры мне, дайте, пожалуйста, нашатырного спирта. Я слабонервная. Врач так подозрительно покосилась, говорит, здравствуйте, да, вот, держите вам нашатырный спирт, ватку. Вот. И говорит, а что у вас, почему слабонервная? Я говорю, ну вот, в детстве в оморок один раз упал, после этого боюсь упасть в оморок. Давай меня, ну, видит, что я действительно слабонервная, давай меня отвлекать по-разному. Шприц, ну, вставила иголку, уже там начинает брать у меня кровь, она должна была у меня взять две ампулы. Говорит, типа, ой-ой, как тут пахнет теперь нашатырным спиртом, придется проветривать все. Я для того, чтобы успокоить себя, тоже начала нести всякую чушь. Говорю, ой, да-да-да, какой у вас спирт. Свеженький, наверное, нашатырный спирт, и кто у вас? Короче, несла полную чушь, лишь бы вот себя отвлечь как-то и не сосредотачиваться на этих неприятных ощущениях. Вот, вроде бы она мне все сделала, все хорошо, я выхожу из кабинета, там еще в очереди стояло два парня, один из них зашел к ней, второй остался в коридоре ждать своей очереди. Я выхожу и чувствую, что у меня в ушах немножко звенит и мутнеет в глазах. Я так дошла до лавочки, села, думаю, что-то не проходит, стараюсь себя внутренне успокоить, но не помогает ничего. В итоге я этому парню, который в коридоре сидел, говорю, молодой человек, что-то мне плохо, вы не могли бы позвать врача? Он там, вижу, зовет врача. Все, после этого ничего не помню, полный провал, и очухиваюсь от того, что меня по щекам вот так хлещут. Причем чувствую, хлещут резиновыми перчатками. У меня просто у этой врача, которая кровь берет, она уже обязана носить резиновые перчаточки. И вот мне этими перчатками по лицу резина, и у меня первое ощущение, думаю, блин, что за фигня, по лицу резиной кто-то бьет. И я очухиваюсь, глаза открываю, и главное, улыбаюсь, нормально, мне так еще и весело почему-то. Я такая говорю, а что я говорю, в омарок упала, что ли? Врач такая, да-да-да, в омарок упала. Ты говоришь, смотри, вот держи, я тебе ватку со спиртом нашатырным еще принесла, дыши, дыши этим спиртом, чтобы в омарок не упасть. Посадила меня и ушла опять. Но, видимо, ее парень-то там ждал, чтобы доделать всю эту процедуру. А я сижу и чувствую, что что-то, думаю, ничего не проходит. До сих пор у меня какая-то муть в глазах. И потом опять очухиваюсь, опять меня по лицу бьют. Открываю глаза, передо мной два лица, лицо врача и лицо того парня. Оба удивленные такие. И мне тут становится так ржачно, что я второй раз подряд в омарок упала. Я не знаю, почему у меня была такая реакция. Видимо, из-за того, что мне еще параллельно, пока я была второй раз в омароке, у меня был как будто бы сон, что я вот с этой врачихой, с этим парнем беседую, и что-то нам так весело. И я такая говорю, ой, как здорово, типа я уже пальто одеваю, скоро домой поеду. И бац, вот меня по щекам похлещут. И мне показалось, как будто меня просто разбудили. Вот и все. Я говорю, как? Я опять в омарок упала и лежу уже ржу. Вот. Ну, говорит, вы теперь только нет, не вставайте, не садитесь, лежите, лежите. Мы вас положили, чтобы у вас кровь разномерно распределилась по всей поверхности тела. 5 минут полежала, решила, думаю, ладно, сяду, теперь-то уж точно в омарок не упаду. Молодой человек сидит, уже так подозрительно на меня пяльца, думает, упадет, не упадет. Она вдруг опять сейчас. Я вижу его волнение. Говорю, молодой человек, говорю, вы не пугаетесь. Вы не пугаетесь, молодой человек. Врач-то все хорошо делает, а не больно ничего. Тот такой, да нет, я не пугаюсь. Улыбнулся такой у меня. Вот. Я думаю, слава богу, никто хоть ничего не видел, кроме этого парня. Врачиха у меня из кабинета. Носова! Вы там как? Живая? Я кричу, живая, живая. Только я не Носова. У меня другая фамилия. После этого захожу такая ко врачу. К этому же говорю, слушайте, а мне же еще кровь надо из пальца на сахар сдать. Она говорит, ой, ну я даже не знаю, идти вам или не идти. Говорит, ну смотрите сами. Я думаю, ну блин, ну че мне каждый раз ездить так далеко в эту поликлинику? Думаю, надо идти до конца все сдавать. В итоге спускаясь на первый этаж, там где берут кровь из пальца. И у меня почему-то вот старые представления, как вот сдавали, знаете, такая пипетка стеклянная. Вот. И они там из этого пальца, они мучают этот палец, там его труд натирают, выдавливают эту кровь в эту пипетку. И фу, меня прям вот бесит. Я говорю, здравствуйте, а мне бы вот кровь на сахар сдать? Она такая, да, да, присаживайтесь, садитесь. Я говорю, а вы знаете, а я вот только что наверху сдавала, я вот два раза в оморок упала. Она меня поняла, она так тоже улыбнулась, говорит, ну ничего, вы сейчас садитесь, я сейчас вам как маленького ребеночка обслужу. Вот давайте я вас даже отвлеку разговорами. Я говорю, да, да, поговорите со мной, пожалуйста. Она берет мой палец, хопа, один раз стыкнула, я даже ничего не почувствовала, и все. То есть ничего уже как раньше не делают такого. Ну, в общем, девочки, так вот я сходила, так у меня все прошло весело, я еще, главное, стою на перроне, жду свою электричку и думаю, а вдруг я сейчас до сих пор в омороке, вот сейчас опять начнут меня откачивать. Сережка там слушает? Нет, не слушает. А вдруг меня сейчас опять начнут откачивать, я проснусь от того, что меня перчатками по лицу бьет. Думаю, блин, так фиг поймешь, где жизнь, а где умысел, и где смерть. Вот, в общем, это, наверное, все, что я хотела вам рассказать. Сережка у меня пришел домой, нужно его кормить уже. Пойду доделывать свой керот-кейк, он у меня остужается сейчас на балконе, буду смазывать его, как называется, неподлива, соусом этим. В общем, вы меня поняли. Ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Девчонки, всем привет! Сегодняшнее свое видео хочу сделать на тему пустых баночек. Итак, первая баночка, о которой я хотела бы рассказать, это баночка от бальзама, точнее маски для волос от фирмы Bio Select. Это греческая косметика. Те, кто меня давно смотрит, уже давно знают, что я эту косметику просто обожаю. Она действительно классная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...